Хей, всем привет, друзья и любители необычных игр! Мы продолжаем играть в игру Rusty Lake Undergroundный Цветок. И подбираемся мы уже к последней станции. То есть в скором времени у нас уже финал. Так, давай открываем дверки. Что это такое? Что за хрень здесь происходит? Так, какие-то непонятки. Какой-то сгусток. Черные массы. Так, здесь какие-то переключатели. Подающий ток. Окей. Так, давай-ка осматривать станцию. Так, монтировочка. Оба. Такое всегда внимание привлечет. Так, шкафчики 6, 7, 8, 9. Окей. Какая-то бочка. Мертвая женщина. Черт. Так. Ага. Тут тоже все закрыто. Блин. В прошлой серии, дорогие зрители, было вообще страшно. В конце. Эээ. Стой, стой, стой. Блин. Поезд уехал. Ну, как всегда, по классике жанра. Так, что это у нас? Так, какая-то решетка. Так, скорее всего, мы тут не сможем так просто все это... А, монтировка. Монтировка сработала. Так, и что мы там узнаем? Что мы там найдем? Так. Годи-ка, может еще раз монтировочкой пройтись? Нет. Пока непонятно, но меня эта станция пугает. Так, а это еще что за хрень? Блин, мне это не нравится, черт. Это будет какая-то дико сложная головоломка. Я уже чувствую, дорогие зрители. Так, давай-ка вскрывать. Блин, нифига подобного. Смотри, нельзя вскрыть. Так, коробка. Так, давай-ка. Хоба, монтировочка, работаем. Так, ключ от шестого шкафчика. Так, давай-ка откроем шестой шкафчик. Нам все-таки есть от чего отталкиваться. Это, знаешь, ты переходишь на следующую станцию и думаешь, блин, а с чего начинать? А вот тут все начинается с коробки. С обычной коробки, либо какой-нибудь вентиляции. Так, ведро. Куда я должен это ведро добавить? И меня пугают эти звуки, дорогие друзья. Какие-то они очень страшные на вид. Так, скорее всего, это здесь. Мы должны что-то набрать. Но ручку мы так просто не достанем. Здесь что-то открывается. Так, ну, по идее, смотри. Так, ну-ка. Ага. Так, смотри, ток пошел. В принципе, давай-ка сейчас попробуем выставить. Как-нибудь так, ну-ка. Ага. Так, скорее всего, это здесь вот так. Нет. Так, стой, стой, стой. Погоди-ка. Ну как там, житок закоротил. А, ну, если мы можем перевязать... Погоди, давай-ка выключим сейчас все это дело. Если мы можем все-таки изолировать провода, будет хорошо. Так, давай. Давай, изолируй. Блин. Нет, нифига подобного. Придется все-таки искать, дорогие друзья, какую-то зацепку. Так, либо что-то такое, то что нам поможет. В этом плане. Так, вот точно в седьмом шкафчике, либо в восьмом, либо в девятом. Хотя вот эта вещь... Стоп. Туда-сюда провод идет. Ага. Блин, дорогие зрители. У меня уже начинается путаница. Все-таки... Видосы я записываю подряд по этой игре. И все-таки не хочется отвлекаться и делать паузу, потому что очень интересно узнать, чем все это дело закончится. Так, я не могу понять. Так, подожди-ка. Затычки. Так, ты хочешь сказать, что... Ага, так, я заткнул. Что за бабочка вылетает? Стой. Так, ну хорошо, мы ее закрыли. Вот это... Почему нельзя? Так, стой-стой-стой-стой-стой-стой. А-а-а-с. Опа, дорогие друзья. А у меня тут головоломка вроде как пошла. Смотри, значит... Я когда взял вот эту стрелочку, именно не вот эту, не другую какую-то, либо... То есть, смотри, она по направлению к этим дыркам получается. То есть, смотри, отсюда вылетела бабочка. Ага, так, снова отсюда вылетела. Так, снова отсюда вылетела. Так, стой-стой-стой, какой защелкнуть. Так-так-так-так-так-так-так. Наверное, здесь. Опа. Так, куда она полетела? Стой-стой-стой. Че такое? О, боже мой. Ты кто? Бабочка, я помню. Пожалуйста, помоги мне. Ты должен найти часы моей матери. Так, ключ. Ключ от шкафчика. Угу. Так, вот шкафчики. Давай открывать. Ага, кусачки. Так, стой-стой-стой-стой-стой. А, кусачки? Так, скорее всего, здесь. Так, нет, кусачки не тут. Так, может здесь? Нет, нихрена подобного. Так, кусачки, может быть, тут. Ага, бинго. Так, это еще кто? Ё-моё, опять этот чудик, дорогие зрители. Кусок изоленты. Да, мне нечего тебе сказать. Стоп, стоп, стоп. Только не говори, что... Ммм, блин. Я даже не знаю, кто тебя связал здесь и посадил. Но это все крайне странно выглядит. Но теперь у нас есть изолента, дорогие друзья. Это самое главное. И мы можем ее применить тут. По идее, и уже запустить первый ток. По идее. Так, нет, не работает. Так, погоди, а я могу снять изолент? Могу. Так, и еще раз. Ага, так, вот коротит. Хмм. Так, смотри, оно реально коротит. Хоп, изолентой накрыли. Так, ну по идее, смотри, оно все должно идти сюда, и мы должны открыть. Вот это... Да что, давай. Смотри, не работает. Хмм. Крайне странно. Ладно, давай снимем изоленту. Хотя, блин, другого варианта нету. Так. Подожди-ка, ладно. Давай-ка сейчас попробуем решить головоломку. Так. Стой. Ага! Ага! Получается, смотри, мы замкнули два провода наверх. И получается, что теперь эта штучка открылась. Да! Бинго! Так, давай-ка хоп-хоп-хоп до конца поднимем. Так, что у нас вентиль. Окей, вентиль. Где я могу применить вентиль? Так, вентиль, вентиль, вентиль. Так, вентиль точно здесь. Отлично. Так, давай-ка наберем воду. Так, вода с... Ведро с водой. Так, получается, что дальше? Йо! Стой, 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 стой! Погоди-ка! Рыбка плавает! Так, стой, блин, дорогие друзья, смахивает на бред. Особенно, знаешь, что если ты прошлой серии не смотрел и зашел сюда вот так по случайности вообще... Кажется, что тут полная неразбериха. Так, по идее, смотри, мы можем наполнить, скорее всего, вот эту вентиляцию водичкой. Так, прищепочка. Так, а прищепкой-то мы что можем сделать? Так, может тебе прищепку надо? Ай, блин, но я попытаюсь помочь тебе, блин. Подожди, может ему прищепка? Хммм, нет, не вариант. Так, ну тут мы все сделали, по идее. Все, уже никакие бабочки отсюда не вылетают, дорогие друзья. По идее, здесь мы все сделали правильно. Так, давай-ка попробуем... Может, вот так? Не, это смахивает на бред, слушай. Блин, а что делать-то дальше? Я не могу понять, дорогие зрители. То есть, получается... Стоп, куда можно применить прищепку? Ну, по идее, может, трос можно забрать? Так, такое ощущение, что нам нужно мужика этого током как-то сдержболызнуть, но я и хз, как. Погоди-ка, погоди-ка, мне что-то это не нравится. То, что я не могу понять, что куда... А! Клево. Давай, набирай. Так, стой. Хорош! Так, пока все, в принципе, логично. Так, ну-ка, 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 давай-ка тушить пожар. Который мы... Небольшой пожарчик-то устроили. Так, давай-ка сейчас быстренько... Водичкой потушим. Хоба. Так, проволока. Так, вот это мне уже нравится, дорогие друзья. Проволока, проволока. Только где ее, опять же, применять? Ладно, давай сейчас рискнем, попытаемся на проводке применить. Ага! Так, неплохо. Так, теперь нам нужно как-то замкнуть питание... Что-ли, в эту сторону? Так, нет, не в эту сторону. Может, как-то так. И, может, как-то... Вот так. Или как. Стоп. Стой, 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 только не говори... Стой, 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 какого хрена? О, боже мой! Какого хрена? Стой, что мы делаем, дорогие друзья? Что за хрень тут происходит? Ставится немного больно. И, стой, 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 зачем мы это сделали? Кхм. Ээээ... Так... Может... Я не понимаю, нам нужно его до какого-то состояния довести? Либо чё? Можешь перестать? А, стой! Ёоооо! Охренеть! Хватит, я всё расскажу! Стой, 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 стой! А как я так цепь питания-то запитал? Ключ за рукой мёртвой женщины. Ключ за рукой мёртвой женщины. Стой, стой, стой! Как я запитал эту цепь, дорогие друзья? Я, значит, выстроил вот такое построение? Получается... Так, оно пошло, пошло, пошло. А, ну всё верно, смотри, оно не к этой лампе, оно именно вот так пошло сюда и к нему получается. Ага, всё понятно. Так, за рукой мёртвая женщина. Так, а... Эй, так, должны идти часы моей матери. Блин, а куда бабочка-то вылетела? Чёрт, неужели опять головоломка с бабочками, что ли? Стой, 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 стой. За рукой мёртвой женщины. Как мне понять см... Подожди. 8, 5, 9, 2. 8... Так, а здесь чё? 6, 4, 1. Он говорит, что ключ за рукой мёртвой женщины. Чёрт. Я только сейчас, дорогие друзья, понял, что у нас тут ещё плакат о чёртовой матери висит. И я про него совершенно забыл. А это значит, что мы сейчас откроем, я так понимаю, восьмую кабинку. Так. Ага. Пароль. Ну, мы на его руке сейчас видели пароль, поэтому сейчас мы быстро с этим разберёмся. Так, здесь у нас 6, 4. Понятно. Я надеюсь, этот пароль не подойдёт. Но я надеюсь, вот этот пароль. 89, 52. Так, 89, по идее. 80, 80. Мать его, 9. Так. Давай, давай. Ай, блин, эта шкатулка еле-еле двигается. 52. Но. Чёрт. Нас обманули, ребята. Так, стой, 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 стой. А тогда какой пароль другой может быть? Всё, дорогие друзья, я решил данную загадку. Короче. Значит, когда мы открыли этот шкаф, выпал вот этот зелёный ящик пандоры. Тем самым на нём был последний кусочек скотча. Я его применил сюда, смотри. Тумблера переключаются таким образом по этим серым коробочкам. Смотри, это значит наверх, вбок, наверх, наверх, вбок. И вот так выставляешь эти все выключатели. Стрис, собака, орёл, корабль и, короче, дерево. Идём к этому чуваку. Смотрим здесь. Собака, кость. Чё там дальше? Хорошо. Значит, корабль это вот это. Вещь с якорём и так далее. Короче, вот так соответственно. Всё должно быть соответствующее картинкам, дорогие друзья. Тем самым код получается вроде 4195. Я его ввёл и, короче, мы получаем золотые часы. Очень, прям, очень-очень сложная последняя глава. Так, и по идее мы сейчас должны эти все золотые часы активировать. Давай-ка нажмём последние моментики. Так. Окей. Время побежало. О, боже мой. Чёрт. И... Стой, 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 стой. Так. Так, это теневая фигура? Ты нашёл. Так. Пора покинуть это место. Так. Так. О, ну неужели мы покидаем это место, дорогие друзья? О, ма, гад. Всё. Всё, дорогие друзья. Мы проходим... Эту тему. Так. И получается, что финал игры? Мда. Там уже всё, нет никакой кони... А! Глава какая? Пять, шесть, седьмая. Боже мой. Боже мой. Дорогие друзья. Мы добираемся до седьмой главы. Получается... Озеро. Офигеть. И получается, что это не финал. Получается, что будет продолжение в скором времени. И... Встретимся, значит, в следующей серии. По идее. И... Ну, хотя, подожди. Давай выйдем сейчас, посмотрим всё-таки. Мне всё-таки интересно. Стой, 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 стой. Ты хочешь сказать, что мы приехали сюда? В эту глушь тараканью? Вот где я должна быть. Теперь я помню. Дерево. Посмотри. Сзади тебя. Кто там сзади меня? Так, стой, стой, стой. Дерево? Дерево? У-у-у-у. Ха-ха-ха-ха-ха. Дорогие друзья, стой, 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 стой. Вот это то, что мы видели на той картине. Эх. Я не помню уже на какой станции, но эта картина нам встречалась. Так. Окей, получается, что... Э-э-э... Так, наконец-то ты меня нашёл. Да. Мы тебя искали всю игру. Теперь я принадлежу озеру. Моё прошлое и будущее я. Моя дочь, я знаю, она сможет прожить другую жизнь. Она всё ещё может свисти. Так, а это бабуся? Вот так я и покинула другой мир. Старушка! Но теперь я принадлежу озеру. Я просвещённый древо среди других. Но я так и знал, что эта старушка всё-таки, дорогие друзья. Это вот эта мать постаревшая. Помоги моей дочери. Так. И... Всё. Дерево опадает, дорогие друзья. Наступила осень. И... И... Что получается? Как бы... Стоп. Стоп. Здесь что-то есть ещё? Это конец или как? Так, куда это ты переместился? Стоп. Офигеть! Боже мой, дорогие друзья. Игра что-то кошмарит и кошмарит. Так, ну, по идее... Мы вернули ей жизнь. Нашей главной героине. Чёрт. У меня много вопросов. Наконец-то я вижу цветение. Моя мама, я знаю, что она здесь для меня. Я могу прожить другую жизнь, без сожаления. Озеро принадлежит мне. Дорогой Харви, садись в поезд и отправляйся искать своё будущее. А, ну всё, дорогие друзья. Это конец. Это конец. И получается, что... Мда. Наша героиня пропадает без следа. Мы садимся в поезд. Выкрываем двери. И уезжаем. Уезжаем. Всё. Разработка и создание. Rusty Lake. Круто. Всё, дорогие зрители. Мы прошли данную игрушку. Это было очень весело и очень необычно. Композитор, звукорежиссёр, скрипка. Тромб. Это звучка. Боже мой, сколько много людей работало над игрой. Переводчики. Вау. Ну это дорогого стоит. Модераторы. По дискорду. Круто. Даже модераторов сюда добавили. Благодарим наше потрясающее сообщество за бесконечную поддержку. Разница. И шикарно. Блин, я обожаю игры от Rusty. Это великолепная вещь. Спасибо, что играли в Underground Blues. Надеемся, вам понравилась поездка. Если хотите продолжить, не забудьте свой чемодан. Ну давай нажмём продолжить. И да, всё. Главное меню. Так, и у нас тут в чемодане письмо. Вы нашли карту метро. Используйте кнопку наверху для навигации по станциям. А, то есть у нас теперь свободный доступ получается. Так, и я так понимаю, прощальное письмо, да? Дорогой Харви, если ты читаешь это письмо, значит ты успешно сопроводил лору в её путешествии. Но у меня есть другое задание для тебя. Встретимся на озере. Мистер Филин. Окей. И нам игра, дорогие друзья, предлагает сесть снова в поезд и отправиться в незабываемое приключение. Но я даже не знаю, стоит ли нам отправляться. Слушай, игру я прошёл на одном дыхании. И скажу тебе, что это было великолепно. И игра всё-таки затрагивает какие-то чувства. И всё-таки видно, с какой душой делали данную игру. Хоть игрой можно назвать инди, но над игрой много кто работал. Всё-таки композиторы и другие люди, дизайнеры и так далее. То есть, команда, ребята, работала над игрой. Это очень дорогого стоит. Всем советую игры Rusty Lake. Боже мой. Даже не думал, что мы так быстро пройдём. Ну, как быстро? За часа три мы управились с этой игрой. И это очень-очень круто. И весело. В принципе, всё, дорогие друзья. Пишите комментарии, что думаете. Если вы хотите продолжения каких-нибудь ещё игр, то обязательно тоже пишите комментарии. И, конечно же, не забывайте ставить большой палец вверх. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео. Ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи. Всем бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok